Я сейчас покажу аналогичную формулу для кривой, расположенной на сфере. Что нам надо? Сверху. На сфере какие-то веки, вот эта вот штука, как-то нарисована, понимаете, как-то нарисована на сфере. Другая кривая, на той же сфере, точно так же, как-то нарисована другая кривая. Вопрос, что такое внешние касательные, что такое внутренние касательные? Понятно, что роль касательной, роль прямой будут выполнять, так сказать, прямые на сфере. Прямые на сфере, это, ну что-то геодезически, это большие окружности. То есть, пересечение сферы плоскостью, которая проходит через центр. Окружности максимального радиуса, который расположен на сфере. То есть, если вы смотрите на эти две кривые, то на самом деле вас интересует такой вот большой круг, который касается обеих этих идей, понятно? Напоминаю, каким образом мы доказывали теорему на плоскости. В плоскости все было просто. Была одна прямая, какая-то без осознанных точек. Была какая-то другая прямая, могла пересекаться, могла не пересекаться, какая-то непонятная прямая. И мы шли с фонариком. Я сейчас не буду это повторять, но надеюсь, что все это помнят. Мы шли с фонариком, светили и все подсчитывали количество точек пересечения. То есть, мы пускали фонарик и после этого смотрели. Вот когда вот так они проходят, то теряются две точки пересечения. Делали такой обход, подсчитывали количество. То есть, что каждая внешняя касательная давала нам при этом движение удвоение, удвоенное количество этих внешних касательных, увеличение. А каждая внутренняя, наоборот, давала лишнее. Так вот, конечно, я хочу сейчас делать ровно так же. То есть, я возьму фонарик, пойду вдоль вот этой вот синей линии и буду светить этим фонариком. Так, похоже, какой фонарик нам получает. Это, конечно, касательная к сфере. Касательная к сфере, которая заодно является касательной к нашей прямой. Как только у вас есть любая прямая касающаяся сферы, то через эту прямую и центр можно провести единственную плоскость. И у вас получается тот самый большой круг. Все замечательно. Только единственная проблема. Невозможно светить фонарик вперед, без того, чтобы не получить луч в затылок. Когда вы светите фонарик, здесь проблем не было. Здесь вы получали луч, он будет на бесконечности, все хорошо. А здесь вы посветили луч света, вернусь с той стороны. Так вот, ребята, простая идея. А давайте мы будем светить фонариком в точности до точки, диаметрально противоположной этой. То есть, вот сюда вот наш фонарик светит, и здесь, я не знаю, он успевает ослабиться свет. Ровно на половину окружности будем светить. Во-первых, это вполне разумно, потому что, если мы посветим в обратном направлении, то наш фонарик дойдет ровно сюда, и в результате мы пойдем получше вид большой круг. И вот теперь можно думать о том, что будет происходить, когда мы будем обходить эту кривую, и каждый раз осветить фонарик. Точно так же, как здесь мы обходили картинку два раза, один раз выносим фонарик перед собой, а другой раз обходили в противоположном направлении, конечно, и здесь нам нужно будет сделать это два раза. Поехали. Идем, и вот светим фонарик. В тот момент, когда мы получили внешнюю касательную, произошло увеличение количества точек пересечения на два. Согласны? Отлично. Значит, мы пишем 2t плюс со сбылочкой. Так, произошло увеличение на стойку. Дальше мы идем, 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 и в какой-то момент, представьте себе, мы светим нашим фонариком, здесь у меня это не видно, но если бы была внешняя касательная, представьте себе, что вот эта синяя штука проходила бы вот так, если бы не было, то есть пересечения, тогда вот мы бы сюда дошли, была бы внешняя касательная, так что кривая в этом месте, и в этом месте они взяты по разные стороны от этого круга. И вот, и тогда происходит потеря двух точек, значит минус ватт и минус на со сбылочке. Отлично. Теперь, что будет в точке пересечения? Да точно так же. В точке пересечения, в общем, по сути, ничем не отличается, давайте я восстановлю всю эту штуку. Если мы проходим через точку пересечения, то видно, что мы теряем. Поэтому надо точки пересечения все взять с минусом. Хорошо. Хорошо. А теперь к вопросу. А, собственно, специфика, сфера, хоть в чем-нибудь есть или нет? На самом деле есть. Специфика в том, что вообще-то наша кривая могла быть расположена на сфере, и наш фонарик в какой-то момент может перестать до нее добивать. Или наоборот, наш фонарик может начать, да, вот из-за того, что он светит, только на половине. Фонарик, он останавливается, а это означает, что мы должны следить не только вот за этими точками. Здесь все точно так же, как в полно-плоскости. А мы должны следить еще за вот этим вот концом фонарика. И этот конец фонарика точно так же может, так сказать, в какой-то момент терять пересечения и может создавать пересечения. Но, господа, для того, чтобы следить за этим, нужно сделать понятно, что... Нужно понять, что вот та точка, она симметрична этой относительно центра сперта. Поэтому, на самом деле, нас интересует пересечения вот этой вот кривой, уже даже не с этой кривой, а с кривой, которая десимметрична относительно центра сферы. Мы должны смотреть за этими пересечениями, что там вообще будет. И вообще, как идет эта точка, когда театральная противоположная идет вот здесь. Давайте вот здесь, вот есть синяя кривая. Вот здесь вот есть синяя кривая. Что значит, для нее симметричная... Будет вот так. Так, вроде бы так. Что будет происходить, когда вот эта точка будет двигаться здесь, вот сюда. Тогда вот она сдвинется. И, соответственно, здесь провезает идет... Вот, вот, когда она сюда дойдет, то мы здесь, по-моему, сюда будем. Да? А когда она сюда дойдет, то мы сюда будем. А когда сюда дойдет, сюда будем. Идея такая. При движении по часовой стрелке здесь должно происходить движение против часовой стрелки так. Вот здесь я как бы вышел в том направлении, в котором я иду. А здесь я пришел в противоположную. Вот это точка А. Вот следующая точка В, из которой выйдет... Выйдет... Это самое... Касательно. Вот это точка А штрих. Вопрос, где будет точка В штрих? Против часовой стрелки так же расстояние. Так, значит, я вот здесь так ты беру. Я поворачиваю всю эту рампу, да? То есть, вот здесь вот. А несимметрично относительно центр сферы. Что? Симметрично относительно. Да, несимметрично. Вот это правда? Да. Так, а теперь как это нужно рисовать? Так, вот туда идет. И вот отсюда приходит. Примерно так, да? В общем, ребята, пытайтесь сами это понять. Потому что меня сейчас интересует такая штука. Если там была какая-то наша красная кривая. Вот красная кривая, могу говорить, не только близко, но и близко к той. Что происходит при движении здесь? Вот симметричная точка тоже движется. Вспоминаем, что происходило, когда было пересечение. Вот у меня была кривая синяя и кривая красная. И я шел и светил фонарик перед собой. Происходила потеря точки. Согласны? Замечательно. Вот заявление. А там будет происходить приобретение точки. Вот здесь будет не минус D, а плюс C. Где C количество пересечений симметричной кривой с красной кривой. Почему? Потому что если у меня, что называется, вот в этом месте, была вот такая картинка, то и двигался я по кривой в эту сторону. То там, где симметричная красная кривая, она будет, что называется, по-прежнему красная кривая и красная кривая, а на симметричной кривой движение будет происходить так, что у меня, что называется, входит, входит эта самая стрелочка. Вот так вот, да, она входит, касательно, естественно. И при движении, при таком вот движении по кривой, происходит приобретение, а не потеря точки пересечения. Так. Что-нибудь поняли? Да. Поняли. А если поняли, то на этом теоретически реально точно. Потому что я пишу точно так же, как в прошлый раз, что когда я сделаю полный оборот, то я получу этот самый ноль. И второй раз я иду, только фонарик поставив на оборот. Так. Единственное... Да нет, все хорошо. Самый случай. Вот. Складываю эти два равенства. Складываю эти два равенства. И в результате получаю такое. Смотрите. Здесь будут все внешние касательные, посчитанные два раза. Дальше будут все внутренние, все внешние. Минус 2D плюс 2C. И это будет равняться нулю. Ну и дальше я просто делю на два. И получаю, что для сферы соотношение такое же, единственное только... Здесь будет минус цель. Минус количество пересечений кривой с симметричным образом второй кривой относительно на центр сферы. Вот такое забавное нравится. И это будет показательную часть. И вообще может выглядеть соотношение.